В Евангелиеском аппете, поэтому у нас тоже как бы был большой праздник, когда это праздник нашего города. Поэтому я поздравляю вас с этим днём. И дай Бог, то, о чем я говорил вам на проповеди, дай Бог, чтобы мы все смогли воплотить своей жизнью то, чему нас призывает Господь. Так как этот дай Матфей всем своим сердцем, будучи презираемым по признаку своего сословия, презираемым среди своего народа, но он всем сердцем воспринял Господа и стал ему служить всем сердцем. И преодолел все наветы, всю клевету, которую приходилось терпеть этим людям. Ну, иногда и сприветливо терпеть, потому что их род деятельности был взгляд с лихоинством и прочим недостаточным. Но искреннее сердце Матфея потянулось к Богу, потянулось к Божественному Учителю, и Господь принял его с любовью. Поэтому задавайте себе всегда вопрос. И кто из ближней может? И вспоминайте эту удивительную притчу, которую мы сегодня слышали, где Господь нам явно указал, что ближний наш может быть человек, который нуждается в нашей поддержке и в нашей помощи. Мы не будем отягощать себя сильными мыслями, осуждением и прочими вещами, которые уводят нас от Истины, и уводят нас от Бога, если с собой. А будем искать того ближнего, который, может быть, больше всего нуждается в этой помощи и поддержке, который, как нам кажется, может быть недостоин нашего благоволения и нашей поддержки, но он весь ближний наш, и мы должны его принять в Семь Сердце. Праздник вам, дорогие друзья, праздник Сауся, праздник Сауся, праздник Сауся, Господь, и причастники, выслушайте благословение. Да, 4 декабря праздник введения в охранку Святой Богородицы, накануне вечером, в 4 часа вечернее праздничное служение, и утром, в 36 утра, Божественное Лето. И там, и до свидания. Причастники, и мы просим. На этой неделе, к сожалению, в субботу не было службы, потому что ну, слегли мы все обстоятельства, как все мы живем. Но в дальнейшем служба будет проходить. Спасибо себе. Слава Богу, Слава Богу.